В Казанском университете продолжается презентация магистрских программ для студентов и преподавателей МГИМО «НИТ-Россия». Сейчас наступила та пора, когда нам необходимо взаимодействовать. Не только в сфере, не знаю, исключительно организации каких-нибудь летних практик и стажировок, но в том числе на постоянной основе. Что означают жесты? В Казанском университете московский культуролог выступил с лекцией для студентов. Жесты не универсальны. И те жесты, которые в одной культуре могут восприниматься как одобрительные, в другой культуре могут быть поняты как оскорбительные. Вторая неделя вооруженного противостояния между Израилем и Хамасом. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Илья Андреев. В кинотеатрах Москвы стартуют специальные показы документального фильма «Пространство Лобачевского» режиссера Екатерины Еременко. Киносеансы для прессы и приглашенных гостей пройдут 18 мая в Центре документального кино, 19 мая в кинотеатре «Кару-Октябрь». Подробнее об этом расскажем в следующем выпуске. 17 по 20 мая в Казанском университете проходит презентация магистрских программ Института международных отношений и юридического факультета для студентов и преподавателей МГИМО «МИД-Россия». О том, как прошла встреча участников программы с выпускниками КФУ, расскажем в нашем следующем сюжете. В Казань прибла большая группа студентов МГИМО. В ходе приветственного слова модератор встречи, декан юридического факультета Лилия Бакульна выделила уровень качества образования в Казанском федеральном университете. В рамках встречи со студентами в императорском зале выступил выпускник Казанского университета, советник генерального секретариата МИД России Константин Колпаков. Он отметил, что в то время, как пандемия сократила возможность живого обмена опытом, МГИМО и Казанский федеральный университет воспользовались шансом и организовали программу, которая способствует расширению кругозора, повышению квалификации студентов. Сейчас выпускник высшего образования должен обладать очень большим количеством навыков и постоянно совершенствоваться. Вот с чем, собственно говоря, и принимать перейти в совместный МГИМО и Казанский федеральный университет, когда делает эту программу. Студент второго курса МГИМО Данил Нужный отметил, что университет это не просто здание, коробка, в которой есть сотрудники, администрация, в первую очередь это люди, которые пришли получать конкретные знания с мыслью получить образование и в дальнейшем реализовать потенциал, работать и для себя, и для страны. Сейчас наступила та пора, когда нам необходимо взаимодействовать. Не только в сфере, не знаю, исключительно организации каких-нибудь летних практик и стажировок, но в том числе на постоянной основе. И данное мероприятие это показатель того, что мы можем это сделать, и то, что мы можем делиться опытом, знаниями и вместе работать. И это замечательно. Во встрече принял участие также судья по уголовным делам Верховного суда Республики Тарстан Николай Губин. Уже после завершения встречи слушатели буквально атаковали председателя Совета молодых дипломатов МИД России Константина Колпакова вопросами. Он пожелал, чтобы энтузиазм студентов никуда не пропал, а был реализован в их дальнейшей карьере. Вы знаете, на самом деле, чем чаще встречаешься со студентами, тем больше понимаешь, насколько у нас талантливые, хорошие и развитые ребята, особенно те, которые специализируются на международных отношениях. И непосредственно у той инициативы, которая родилась в стенах МГИМО и КФУ одновременно, это программа профориционной академической мобильности, она заслуживает очень высокой оценки. Константин Колпаков отметил, что таких программ еще не было. По его словам, встречи проходят не только в Казани и в Москве, но и на Дальнем Востоке, и ближе к Полярному кругу, а также ближе к нашим западным рубежам, так как у студентов сохраняется большой запрос на общение. Сама же программа научно-образовательной деятельности КФУ МГИМО на площадке Казанского федерального университета продлится до 20 мая. Илья Андреев, Ленартов, Лисьяров, Универньюс. На площадке Института международных отношений Казанского университета состоялась лекция профессора кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, члена Союза художников России Анны Шевцовой. Все подробности далее. Жест в искусстве, взгляд антрополога. Такова тема лекции, на которой собрались студенты-историки, антропологи, регионы, веды, востоковеды, тюркологи и другие. По словам лектора Анны Шевцовой, искусство касается каждого из нас, и очень важно понимать, как правильно использовать жесты в нем, например, на фотографиях. Жесты не универсальны. И те жесты, которые в одной культуре могут восприниматься как одобрительные, которые свидетельствуют о высоком статусе человека, о его уме, красоте, плодовитости, я не знаю, там, аристократическом происхождении, в другой культуре могут быть поняты как оскорбительные. Также в рамках встречи студенты Казанского университета приняли участие в Олимпиаде по этнографии. Лучшие студенты отправятся на награждение в Москву. Мы вообще активно сотрудничаем с коллегами из Московского университета, из Института этнологии и антропологии Российской академии наук, с Московским педауниверситетом и Санкт-Петербургским университетом, с Институтом социологии Российской академии наук. То есть приглашенные преподаватели для наших студентов – это не редкость. Диана Жилинкова, Велия Табасова, Универ Ньюс. Десятки взрывов были слышны ночью по всему сектору Газа. Эта армия обороны Израиля провела очередной раунд-атак. Так началась вторая неделя вооруженного противостояния между Израилем и Хамасом. О том, почему важно жителям Татарстана следить за арабо-израильским конфликтом, расскажем в нашем следующем сюжете. 15 мая. Израиль ударом ракет разрушает здание, где располагались СМИ. В нем размещались представительства телеканала «Аль-Арабия», агентства «Ашиэйт Пресс» и другие медиа. Жителям башни, которая считалась одной из самых высоких в Газе, дали час на то, чтобы покинуть здание. Израиль, в свою очередь, утверждает, что здание используют под офисы, штабы или склады для вооружения Хамас. Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновение мусульман с израильской полицией, начавшейся после выселения из квартала Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия. Палестина называет Восточный Иерусалим оккупированной территорией. Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. По данным Палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек. Порядка тысячи пострадали. Конфликтов, к которым относятся в том числе арабы-израильцы. 10 мая палестинские группировки начали массированные обстрелы Израиля. В общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала 5000 резервистов и провела операцию «Стражи стены». Столкновения идут до сих пор. Для российских граждан, которые напрямую не связаны с какими-то торговыми или рабочими визитами в этот регион, ну, собственно говоря, особого беспокойства вызывать это не должно. Но, с другой стороны, для нашего региона важно все-таки изучать опыт вот этого конфликта, который развивается долгое время на Ближнем Востоке, и сделать таким образом, чтобы, пустя этот опыт, не допустить возможности какого-то обострения, в том числе и в нашем многоконфессиональном регионе. 16 мая прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН, во время которого генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш назвал происходящее насилие совершенно чудовищным. Россия, в свою очередь, также решительно осуждает проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине. Илья Андреев, Универ-Ньюс. На базе оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института Казанского университета состоялся слет активистов студенческих трудовых отрядов Республики Тарстан. Все подробности в сюжете. Традиционное мероприятие в этом году прошло в новом формате и под новым названием «За Кемпинг». Участники очередного трудового семестра собрались, чтобы познакомиться друг с другом, пройти тренинги на сплочение и командную работу, а также ознакомить новобранцев с направлениями работы, которых они смогут себя реализовать. «За Кемпинг» – это переделанное мероприятие, которое раньше носило название «За Камский слет СТО». В этом году мы реализуем его в рамках гранта для некоммерческих организаций Министерства по делам молодежи Республики Тарстан. И собираем здесь 100 студентов из Елабуги, Казани и остальных районов Республики Тарстан. По окончанию летнего трудового семестра в сентябре этого года активисты студенческих трудовых отрядов вновь соберутся в бревесники для того, чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями. «Осенний слет за Кемпинг» также состоится при грантах в поддержке Министерства по делам молодежи Республики Тарстан. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз. В Униксе прошел второй суперфинал по волейболу между победителями «Спартакиада» работников Казанского университета. Кто забрал Кубок чемпионов, узнаем в следующем сюжете. В борьбе за Кубок чемпионов КФУ-2021 по волейболу сошлись команды общеуниверситетской кафедры физ. воспитания и спорта и команда выпускников, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Встреча команд состояла из трех партий до двух побед. Со счетом 25-15 и 25-22 первенство заняла командра кафедры физ. воспитания. Команда любителей, выпускники КГУ, они играют только раз в неделю, поэтому не является для них этой главной профессией. Но в прошлой первой игре выиграли именно любители профессионалов. В этот раз лучше были подготовлены кафедры физ. воспитания. Главным судьей соревнований выступил старший преподаватель общеуниверситетской кафедры физ. воспитания и спорта Казанского университета Наиль Чумарин. Отличившихся участников команд наградили ценными призами. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok